Пляжный вид спорта Так что не переключайтесь! Пляжный волейбол стал годом создания ассоциации волейболистов-профессионалов. Статус международного вида спорта пляжный волейбол приобрел в 1986. И в этом же году в СССР прошел первый официальный турнир. Как олимпийский вид спорта пляжный волейбол дебютировал на играх в Атланте в 1996. Впервые официальное мировое первенство, как ни странно, прошло годом позже. В России первый чемпионат страны провели в 1993 году. Сегодня уже нет никакой необходимости ждать лета и хорошей погоды для проведения соревнований любого уровня. Этот вид спорта стал круглогодичным благодаря уникальным спортивным комплексам, одним из которых является спорт-бич, построенный по всем стандартам мирового уровня. Расскажите, насколько корты соответствуют современным требованиям федерации. По международным правилам песок должен быть минимум 40 сантиметров. У нас песок 45 сантиметров, песка даже больше, чем нужно. Оборудование все у нас сертифицировано, лицензировано Международной Федерацией волейбола. Как и волейболу, так и футболу, ворота, все оборудование лицензировано. Мы закладывали наш пляжный центр под мировые стандарты. У нас потолки от 8 до 11 метров, это можно пролить чемпионаты мира по пляжному волейболу. Освещение у нас, специальное разрешение люкс. У нас забеги от 3,5 до 7 метров на подачу, это тоже мировые стандарты, плюс трибуны на 300 мест. На первый взгляд кажется, что пляжный классический волейбол очень похожи, однако это два разных вида спорта. Главное и самое очевидное различие кроется уже в названии. В пляжный волейбол играют на открытом воздухе, как правило на песке, а в классический в зале, на твердой поверхности. Площадка для игры в пляжный волейбол на метр уже. В официальных матчах команда по пляжному волейболу состоит из двух игроков. Они одновременно совмещают в себе функции нападающего, защитника, пасующего и подающего. В традиционной разновидности этого вида спорта на площадку выходят шестеро, каждый из которых занимает конкретную позицию. В пляжном волейболе не разрешены замены, а в обычном у каждой команды есть по шесть замен на партию. Наконец, отличия есть и в игровых снарядах. Пляжный мяч обладает влагоотталкивающими свойствами, легче и больше классического волейбольного. Пляжный волейбол менее травмоопасный благодаря следующим факторам. Во-первых, песок смягчает приземление, что снижает нагрузку на суставы нижней части тела, особенно на колени. А во-вторых, отсутствует прямой физический контакт между соперниками. Также отличаются удары. В пляжном волейболе нельзя мягко касаться мяча, то есть, соответственно, если я сделаю какую-то мягкую скидку пальцами, это запрещено, и судья сразу же это фиксирует и отдает очко сразу же сопернику. Здесь есть альтернатива, называемый в простонародье крабик. То есть мы ставим пальчики и начинаем движение вот такое. То есть это и есть жесткое касание, любое жесткое касание мяча в пляжном волейболе приветствуется. То есть никакой ошибки в этом не будет. Поэтому мы берем, летит мячик, подставляем, толкаем, вот и все. Ну и самый распространенный удар, это просто накат. Смотрите внимательно, то есть мы пальцами попасть не можем, естественно, по мячу вот так, но мы всегда можем пальчики чуть убрать и сделать жесткое касание. Это всегда приветствуется, то есть жесткое касание мяча. Ну и силовое нападение, то есть самое распространенное, как и в пляжном волейболе, то есть мы подбрасываем мячик, чуть-чуть проносим ручку, закрываем кисть, собственно, и забиваем. То есть примерно вот так вот. Попала в волейбол, потому что, видно, мы открыли такой прекрасный пляжный центр, он возле дома. И это очень удобно, во-первых, когда ты работаешь, удобно добираться из дома, с работы. Плюс я еще играла в школе в классический волейбол и решила попробовать играть в пляжный. Тем более все условия есть и мне здесь очень нравится. А что лучше, пляжный или классический для вас? Мне кажется, пляжный, потому что для меня он сложнее, все-таки меньше игроков на поле, больше концентрации, больше движения. Все-таки в классическом волейболе там, как по мне, более отработанные движения и есть какие-то ролевые модели. В пляжном волейболе они как бы тоже есть, но все равно ты чувствуешь более такую ответственность, наверное, за себя, за твоего напарника, за поле, площадку и так далее. И вот это очень хорошее место силы, наверное, особенно вот здесь видно, поскольку, как бы, такая отдушина, наверное, после работы, после какого-то тяжелого дня. В детскую группу по пляжному волейболу набирают от 7 лет. Это время считается оптимальным для профессионального старта. Для самых юных посетителей мячи специальные, облегченные. Однако и в более зрелом возрасте можно начать заниматься. Этот вид спорта доступен и детям, и взрослым, вне зависимости от навыков. Профессиональный тренерский штаб и комиссия помогут определить уровень и подскажут, в какую группу записаться. У нас есть градация начинающий, начинающий плюс, прогрессирующий, уверенный, продвинутый, полупрофи, суперпрофи, там и профи и так далее. 10 уровней подготовки. У нас есть тренеры в штате, также вы можете прийти со своим тренером. Мы каждому тренеру даем свой бесплатный инвентарь. Не надо с собой тащить ничего, у нас есть все в инвентарной, можете выбрать, взять себя на корт и тренировать своих учеников, своих ребят с нашим инвентарем. У нас есть дни определенные, где мы бесплатно проводим тренировочный процесс по волейболу, по футболу, по пляжному теннису. И вот сейчас ищем тренерский состав, чтобы по пляжному бандбетону тоже можно было какие-то выделять дни, чтобы для деток сделать бесплатные тренировки. Но это как и мастер-класс, и как ознакомительная часть. По правилам в команде для игры в пляжный волейбол должно быть всего два человека, каждый из которых защищает свою половину поля, правую или левую. Но любители могут играть и с большим количеством игроков, до 12 человек на площадке. В центре пляжных видов спорта 8 открытых и 6 крытых кортов, что обеспечивает комфортную игру всем посетителям. Это самая крутая школа в России, и сюда можно прийти абсолютно новичком и вырасти на профессионалы. У меня есть настоящие примеры перед глазами. Так что я равняюсь на них. В планах, конечно, потянуть уровень и дальше уже в любительской лиге играть. Очень хочется показать себя на более высоком уровне. Ну, я год уже занимаюсь, обожаю этот вид спорта. Почти каждый день приезжаю играть, тренироваться. И всем настоятельно рекомендую хотя бы раз попробовать. Это очень круто, это заряжает, это атмосфера пляжа, солнца, лета. В общем, очень здорово. Главный вопрос – как играть в пляжный волейбол зимой, когда на улице минусовая температура, и не жарко ли летом? Ответ прост. Подогреваемый кварцевый песок, общеобменная мощная вентиляция, своя котельная, много свежего воздуха, распыляемый полив для поддержания влажности и охлаждения. Поэтому благоприятная температура поддерживается круглый год. На день абонементы на месяц есть, вы можете всей семьей приходить, занимать любой корт. У нас есть абонементы, как свободное посещение, весь день, свободное посещение, весь месяц. У нас есть движи, тренировки и свободное посещение. Движ – это функция записи через чат-бот, в случае, если игрок ищет компанию для тренировки. Для этого необходимо выбрать удобное время и указать свой уровень игры. Автоматически собирается команда, и не нужно переживать, что не с кем играть. Кроме того, есть индивидуальные занятия и пробное посещение. Спорт доступный. Для игры нужен только мяч и натянутая сетка. С правилами мы разобрались. А теперь обратим внимание на тайные знаки, которые игроки посылают друг другу в процессе игры. Когда стоит подающий на подаче, а партнер стоит под сеткой, как правило, в мужском волейболе это блокирующий, соответственно, он показывает, какое направление он будет закрывать на блоке, чтобы защитник вышел в противоположную зону и сыграл в защите. Левая рука означает соперника слева, правая – справа. Один палец вниз говорит о том, что блокирующий закрывает боковую линию. Два пальца вниз закрывает диагональную линию. Рука, сжатая в кулак, значит, игрок не будет ставить блок. Раскрытая ладонь – выполнение блокирования в мяч. Пляжный волейбол развивает мыслительные способности – внимательность, дисциплинированность, решительность, ответственность и стремление к победе. Упражнения помогают улучшить физическую форму, координацию движений и гибкость. Я попал на волейбол, потому что мне всегда нравился песок, мне нравился пляж. И вообще, я считаю, это достаточно красивый вид спорта. Меня друзья привлекли к нему, и я вот как два года в него очень сильно влюбился. Здесь достаточно грамотные тренера, они дают очень хорошее развитие, в принципе, как с точки зрения вообще общей физической подготовки, так и дают хорошие навыки. Поэтому, честно говоря, я даже перестал ходить в фитнес-зал. Для игры в волейбол не нужна дорогая экипировка и снаряжение, поэтому заниматься может каждый. Центр «Спорт-Бич» пользуется спросом как у любителей, так и у профессионалов. У нас есть свой волейбольный клуб профессиональный, который участвует в чемпионате России. Если откроется мир или там в РИКС, наша команда тоже будет там участвовать. Мы можем лицензию даже подписать любой команде, любому игроку. От волейбольного клуба «Спорт-Бич» отправить на первенство России, на чемпионат России по пляжному волейболу. У нас есть такая возможность. Соревнования проходят чуть ли не раз в две недели постоянно. И мужские, и женские. Но детские раз в три недели у нас проходят соревнования тоже. Приезжают со всей Москвы уже. Спортивный клуб является не только центром развития спортивных талантов, но и местом вдохновения. Благодаря программе социальной поддержки люди с ограниченными возможностями здоровья также могут раскрыть свой потенциал и достичь высот в пляжном волейболе. Проводится ли занятие для людей с ограниченными возможностями? Да, кстати, проводится. У нас специально есть договор. У них определенный день. Они уже в течение практически года, где-то 9 месяцев у нас ходят на постоянной основе и совершенно бесплатно занимаются у нас. Мы даже выделяли бесплатно и тренерский состав, если им нужно было. Но у них там свой есть руководитель. Мы предоставляем для них и бесплатную парковку, и, конечно же, корт. На территории спорт-бич можно заниматься не только пляжным волейболом, но и другими видами спорта. Однако это уже другая передача. А после тренировки к вашим услугам бесплатная финская сауна в каждой раздевалке, расслабляющий массаж, кафе с собственным производством и бассейн под открытым небом. В экипировочном отделе при желании можно выбрать форму, спортинвентарь и сопутствующие товары. В центре пляжных видов спорта готовы организовать праздники, корпоративы, дискотеки и свадьбы. Благодаря шумоизоляции подобные мероприятия не мешают местным жителям. Также здесь проходят и спортивные сборы. Работает спорт-отель на 48 человек. Центр пляжных видов спорта «Спорт-Бич» – это больше, чем современный и самый большой пляжный центр под Москвой. Это объединение ярких, спортивных и энергичных людей. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и приходите в Центр пляжных видов спорта «Спорт-Бич», чтобы с пользой провести время. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова